Для выгула собак в Ангарске, пусть и не везде, но есть специальные вольеры. На состояние одного из них и пожаловались жильцы седьмого микрорайона. Ангарчане уверяли, что вольер не чистили всю зиму. Приехали они в первый раз, и вот этим бобкаром срубили, вот этот весь сняли, грунт, то есть дерн. Для чего сделали, понятно, чтобы то, что у нас толстым слоем лежало, стекло в лесной массив, в наш сквер. При том, они повредили этот верхний слой, вот эти груды земли, которые надо тоже убирать, и уехали. На следующий день подрядчики вернулись уже для уборки территории самого вольера. Пришлось разобрать часть забора, чтобы загнать технику. После чистки все вернули на место, а вот поваленные деревья и кучи земли так и остались лежать. Вот что по этому поводу говорит подрядная организация. У нас идет все по графику. Чистили мы бобкетами для того, чтобы быстрее убрать снег. Потому что за зиму там очень много накопилось, и когда начало все таять, там стала большая корка. Куками-то как бы нереально было все вычистить. Мы для этого вот разогоняли бобкат, чтобы не было грязи. По углам мы раскидали, чтобы просто как бы... И вот теперь у нас идет по графику просто уборка. Седьмой микроем мы должны уже к вечеру сегодня убрать. А вот как у нас сегодня заложен по графику. Оказалось также, что нарекания к подрядчикам имеют не все местные жители. Для эксперимента наша съемочная группа посетила еще несколько мест для выгула собак. Все они были чистыми. Возможно, проблема носила временный характер. И хотя активность жителей седьмого микрорайона можно только приветствовать, надо сказать, что им повезло. Ведь вольеры есть не везде. И чаще всего владельцы собак выгуливают своих питомцев, как придется. Павел Козлов, Владимир Селиванов, Михаил Трышкин. Местное время.